Здравствуйте! Добрый вечер! Пожалуйста, отметьте, хорошо ли слышно меня. Поставьте плюсики, кто меня слышит. Замечательно! И теперь поставьте плюсики, кто хорошо меня видит. Я рада вас приветствовать на нашем встрече, на презентации «Ауросома. Свет тела». И давайте мы познакомимся. Меня зовут Кубарева Юта Юрьевна. И сейчас я веду нашу встречу из центра в Санкт-Петербурге, который называется «Центр Ауры Мира», где проходит очень много наших занятий. И я бы хотела, чтобы вы немножко тоже представили, чтобы я понимала географию сегодня нашу. Вижу, что у нас уже 18 участников. Напишите, пожалуйста, откуда вы, из какого города. А я пока немножко расскажу о том, что сегодня у нас будет. В Санкт-Петербург, Киров, здорово, Москва. Наталья, здравствуй, рада, что ты с нами. Кувейт, Татьяна, так недавно виделись с тобой. Москва, Киев, здорово. Рада видеть не только новых людей, но и коллег. Спасибо, друзья, за поддержку. Для меня это новый опыт. Я участвовала не так давно в конференции по китайской медицине и рассказывала о связи цвета с цвета и китайской медициной, точек окупунктуры. И сегодня мы поговорим с вами о самой ауросоме, о сути этой системы. И также напишите, пожалуйста, кто вообще ничего не знает сейчас, да, плюсики? Кто вообще ничего не знает об ауросоме и никогда с этим не сталкивался? Тирасполь, Ростов-на-Дону, Краснодар, люди с юга. У нас тоже сейчас тепло в Санкт-Петербурге, сегодня 26 градусов было. Инга, Владимир, ничего не знаете про ауросому? Хорошо, рада, что сегодня вы с ней познакомитесь и надеясь, что так же, как и я, влюбитесь в эту систему. Оксана Викторовна, тоже не знаете. Тарая из Киева. Ну что ж, я рада, что в нашей аудитории многие знают про ауросому. И, наверное, вам будет интересно тоже послушать. Если у вас возникнут вопросы, то задавайте, пожалуйста. Я отвечу на них, буду делать небольшие перерывы и отвечать на вопросы. Вы можете их писать как в чате, так и в отдельном... Вот здесь вот рядом есть у вас такая колоночка вопросов. И вы можете писать их прямо там, чтобы было удобно видно, чтобы они не затерялись в чате. Ну что ж, давайте начнем. Ауросома. Я сама встретилась с этой системой 20 лет назад. И, конечно же, не могла себе представить, что в какой-то момент это станет одним из самых любимых занятий в моей жизни. И я сейчас преподаю эту систему, провожу обучение и в Санкт-Петербурге, и в любом другом городе, где есть люди, которым это интересно. И начинала я с того, что я просто использовала ее для себя. И эта система помогла мне, скажем так, находить... Нет, наверное, скажу, что меня вначале привлекло. Да, во-первых, это, конечно, очень красиво. Вот сзади меня есть вот эти вот бутылочки, сам стенд, да, вот 113 бутылочек. И, конечно же, это очень красиво, разноцветные сочетания. Потом это также очень вкусно пахнет, потому что это не просто цвет, да, там, а также и аромат. Бутылочки не очень сильно пахнут, но вот ароматы, которые вот такие вот здесь, да, они более пахучие. Конечно, меня это привлекло, когда я на одном из семинаров увидела, как групп лидеры использовали это. И также отметила, что когда цвет, ты смотришь на определенный цвет, твое состояние меняется, а также когда ты используешь какой-то аромат, то твое состояние меняется. Мне это заинтересовало. И я прошла обучение свое первое в 99-м году и постепенно, постепенно ходила на разные курсы и тренинги, да, и вот в итоге теперь преподаю эту систему, да. Мое первое образование экономическое, и на меня всегда интересовали разные системы по развитию человека, сам человек. И, конечно же, я стала, когда заниматься медитировать, то ходить на разные психологические тренинги, это, в общем-то, изменило мою жизнь, и, я думаю, облегчило жизнь моих близких людей. Вот, и в какой-то момент я решила посвятить все свое время. Уволилась с работы в 2007 году, и сначала мы с партнером организовали один центр, который назывался «Радужный мир». И затем вот я в 2010 году открыла свой центр, который называется «Центр инициации творчества Аура Мира», в котором проводятся разные занятия, в том числе и ауросома. И здесь вот вы можете на слайде увидеть мой небольшой список всего того, чем я занимаюсь, увлекаюсь. На самом деле то, что я очень люблю, и люблю делиться этим с людьми. На сегодня, да, мы поговорим с вами об ауросоме. И ауросома – это цветовая система, которая объединила в себе знания, которые были у человека с древности, разные терапевтические методы, которые мы знали с древности. С древности люди использовали цвет для терапии, для воздействия, для гармонизации человека. С древности люди использовали ароматы, да, с древности люди использовали кристаллы. Но именно ауросома соединила в себе это все вместе. Да, и эта система пришла к нам через удивительную женщину. Ну, портрет, который вы сейчас видите, это Вики Волл. Да, она сама родилась в Армении, в семье хасидов. Есть такое мистическое направление в Каббале в 2018 году. И через некоторое время семья переехала в Лондон, и ее детство, да, все прошло уже непосредственно в Лондоне. И вся ее жизнь, да, она была как бы подготовкой к тому, чтобы система эта, да, вот родилась. Система пришла через нее. И непростое детство, которое она прожила, терпя унижения от мачехи. И было очень много радостных и светлых мгновений, которые она проводила с отцом. Потому что она, так же, как и отец, обладала даром ясновидения и даром видения, видения цветов, которых находятся вокруг людей. Это то, что мы сейчас называем аурой. Она сначала думала, что это естественная способность каждого человека, пока в какой-то момент ее одноклассники ее не высмеяли. И она тогда очень расстроилась и прибежала к отцу. И отец у нее спросил, какие цвета ты видишь вокруг меня? И предложил ей, чтобы это было их секретом до определенного времени, пока люди не будут готовы к тому, чтобы услышать об этом. Вики была очень рада, что отец так же, как и она, видит цвета. И этот дар перешел к ней от отца. Отец ее был седьмым ребенком. И Вики Волл тоже была седьмой порождение. И это число семь является таким очень знаковым в ауросоме. И он много рассказывал ей о целебных свойствах растений. Он не мог с ней делиться мистическими знаниями, как мастер Каббала, потому что по традиции каббалистические знания могли передаваться от отца к сыну. И девочкам было запрещено получать знания. Но Вики она очень любила отца, очень любила с ним прогулки по паркам Лондона. И впитывала все, что он ей рассказывал. Но из-за того, что сложные отношения у нее были с мачехой, та просто физически издевалась над девочкой. Вики решается на такой отчаянный шаг. Она сбегает из дома в 16 лет. И в традициях хасидов это означало, что ослушавшись воле отца и покинув дом, она не имеет права обратно вернуться. Но это было единственным условием выживания тогда. И Вики убегает и устраивается на работу, и находит приют в аптеке, где она продолжает свое образование, учится готовить мази, и получает фармацевтические знания. И первый опыт такого вот духовного водительства, что ли, или озарения, она получает где-то во время войны, когда готовила мазь по очередному рецепту для госпиталя, она что-то напутала. И она боялась, что она испортила крем. И она тогда попросила поддержки и помощи. И она говорит, что вот это был первый опыт, когда я почувствовала, что как будто какая-то сила, да, какая-то сила двигает моими руками. И вот в этот момент как раз родился тот замечательный крем, который сейчас в Уоросоме известен как многоцелевой. И этот крем очень, его используют до сих пор. И после войны Вики продолжает свое образование. Она идет на хирургические курсы по уходу за стопой и знакомится со своей коллегой Маргарет Кагбэйн. Кстати, Маргарет была одной из первых женщин, женщин остеопатов. И они вместе открывают собственную клинику, где готовят разные мази и бальзамы, занимаются остеопатической практикой, да, и Вики практикой подолга. А также просто помогает людям, когда к ней обращаются. Потому что она пишет вот в своей книге «Чудо исцеления цветом», что свои вот эти ясновидческие, экстрасенсорные способности она практически не использовала. Только в очень крайних случаях, когда люди напрямую к ней обращались, как будто вот они знали, что она может им помочь. И, в общем-то, практика их была, этих двух женщин, была достаточно успешной. Вот. Хотя состояние здоровья у Вики было не очень хорошее. У нее был диабет и слабое сердце. И из-за диабета она потеряла, в конце концов, зрение. И сердце работало у нее тоже достаточно, не на все 100%. Было очень слабо. Ей приходилось каждый день совершать прогулки, получасовые для того, чтобы поддерживать сердечную деятельность. И работать стало уже не так легко, и они решили уйти на пенсию. И все свои накопления доверили управляющему. Но, так сказать, на Пакулу ходить было рано. И жизненные обстоятельства, как Вики говорит, они выбивают нас из состояния благополучия, или, как мы сейчас любим говорить, из зоны комфорта. Случилось так, что этот человек, которым они все доверили, в управление, свои денежные средства, он проворовался, или сбежал, я точно не помню. Но, во всяком случае, они лишились всего. Их приютила их экономка, которая им помогала у себя. И они решили, что снова нужно начинать работать и заниматься практикой. И Вики снова стала готовить кремы. И в этот момент как раз случается один из сильнейших приступов, при котором она думала, что она уже уходит. Но, как она рассказывала, именно в этот момент переживания клинической смерти она думала, Господи, ну наконец-то это физическое тело причиняет не столько страдания и боли. Но, говорит, кто-то взял за руку и ее искал, дитя мое, еще рано, ты не сделала самое главное. Вот. И Вики тогда очень удивилась, потому что, ну, она делала все, что могла. И это было где-то начало 80-х годов. В это время умирает ее отец. И можно сказать, что никакие законы общества теперь уже не стояли между ними. И многие вот в нашей системе ауросомы считают, что это такое знаковое событие, потому что тогда духовная связь между Вики и отцом, как и отцом, да, и Вики и отцом, как мастером Каббел, она укрепилась. И в это время ей стали сниться такие вот сны. Да, она говорила, что я вижу каскады света, и голос мне говорит, дитя раздели воды. Она говорит, она очень удивлялась, не могла понять, я ему не говорил, я же не Моисей, что я могу сделать? Вот. Но, и когда это повторилось несколько раз, она ночью встала, пошла в лабораторию, и на утро ее подруга, Маргарет, решила спросить, Вики, чем ты там шумела всю ночь? И увидела красивые бутылочки, вот как раз те, которые за мной на стенде находятся на первой полке. Да, это было, наверное, штук пять или шесть бутылочек, и Маргарет говорит, О, говорит, какие красивые лосьоны, отлично, мы возьмем их с собой на выставку. Вот. Говорит, ты здорово придумала. Это, говорит, очень привлечет к нам новых клиентов. И действительно, они приготовили еще несколько, да, взяли с собой на выставку. Вики заметила, что некоторые бутылочки стали темнеть, такие туманные, да, цвета уже не такие красивые. Но каково же, и они решили, ну ладно, мы их возьмем, поставим на них полочки, как будут они нам в качестве подставок. И каково же было их удивление, что на выставке именно вот эти вот, такие туманные, да, бутылочки с измененным цветом стали привлекать людей. Им приходилось все время переставлять полки для того, чтобы показать людям и достать их. И Вики отметила тогда, на самом деле, она не знала, что же произошло, что за новые лосьоны такие появились. И она стала обращать внимание, что цвета, которые привлекают людей, они есть в них вауре. И она решила тогда, что это не просто, лосьон для тела, да, не просто масло и вода, вот такая вот эмульсия, которая будет хорошо ухаживать за кожей, это нечто большее. И вот с этого-то момента началось исследование развития уросумы, и говорят, что это было где-то примерно конец июня, начало июля 83-го года, когда вот родились первые бутылочки, которые мы называем эквилибриумами, люди стали их покупать и стали много писать Вике. И с этого момента вот пошло развитие самой системы, мы открываем ее и по сей день. и поэтому и знание, и практика многих людей лежит в том, что представляет собой вот система уросомы сегодня, цветовой системы уросомы. Но Вики Ву была не одинока, где-то в это же время, как только родились бутылочки, она встречает Майка Бута, Майка Бута и Клаудио и Клаудио Бут, молодую пару, которыми они познакомились на выставке, и они приглашают ее в свой дом провести семинар. И после этого уже Вики и мать не расставались. Она сказала, что ты так бережно ухаживаешь за мной, потому что в тот момент она уже была абсолютно слепая, и он помогал ей в незнакомой обстановке освоиться и гулял вместе с ней. И она сказала, говорит, ты так хорошо обо мне заботишься, поэтому я знаю, что точно так же ты будешь хорошо заботиться о Рассоне. И с этого момента Майк не расставался с Вики до самой ее смерти, до перехода. Это где-то семь лет происходило, взаимная работа. И сейчас Майк Бут именно возглавляет Академию, и очень многое делает и для развития обучения, и развития исследований, которые приносят очень многое в уход и за растениями, и землей. И, конечно же, когда Вики умерла, Майк рассказывал, что в этот момент я не знал, как и что дальше будет, и будет ли продолжаться у Рассома. И говорит, такой вопрос, говорит, Вики, ты будешь ли поддерживать и сопровождать меня? как только я спросил, я услышал запах фиалок, и я понял, что она всегда рядом. И он по этому запаху определял те моменты, когда Вики приходила и поддерживала его. Вики поделилась с ним секретом, секретом создания у Рассома, вот этих вот волшебных масел. И Майк также он был усуфийским мастером, занимался разными техниками и практиками. И он, конечно же, сейчас делает очень многое для того, чтобы система развивалась. И вот здесь вы видите фотографии Майка Бута. И удивительным совпадением является то, что буквально через день Майк Бут будет в Санкт-Петербурге, поэтому если у кого-то есть возможность, то вы можете прийти на встречу с ним, которая состоится в субботу, с 11 до 13 и познакомиться с этим человеком, который уже больше 26 лет очень успешно возглавляет Ауросому и развивает эту систему, потому что это не просто система философской, и он именно благодаря ему был создан центр обучения, который называется Изоэкт, это Международная Академия Цветовых Технологий, Искусства и Науки, которая находится в Великобритании, Международный Центр, куда проезжают на обучение многие со всего мира люди, и также которые не просто проводят обучение по цвету, но и готовят учителей. И вот сейчас я знаю, вот, например, мои последние студенты, которые я проводила обучение недавнем, они получают, я знаю, что точно уже более 57 тысяч студентов обучено Академии, и эти специалисты, они распространены по всему миру. Также он возглавляет производство продукции, это сейчас две фабрики, непосредственно ауросомы продукции, потому что все производится непосредственно в Англии, это производится, но также выращивается, большая часть сырья выращивается на биодинамической ферме, ферме Шир, которая ведет хозяйство в соответствии со стандартами Диметра, и все, что используется, любое сырье, которое используется в ауросоме, оно является, оно является, что сейчас любят называть органик, био, заряженное и так далее, и я сама была вот впервые в 2005 году вот в Англии, и у меня и была в этом году в августе совсем недавно, то есть прошло 10 лет, и я могу видеть, что изменилось за это время, и я преклоняю, вот отношусь с большим уважением к людям, которые не просто являются духовными учителями, но также и являются практиками, которые все, о чем они говорят, они воплощают в жизнь, да, непосредственно это видно через отношение к земле, например, чтобы привести землю вот в это состояние гармоничное, которое и пройти вот эту сертификацию по стандарту Деметта должно пройти не менее пяти лет, и эта система, она предполагает естественное восстановление земли, причем с гармоничным с гармоничным сочетанием интересов как растений, так и самой земли, насекомых, животных, человека, который на ней трудится, и естественно там не используются никакие химические удобрения или пестициды, и поэтому то, что написано, например, на каждой бутылочке ауросомы, да, вот здесь мы можем прочитать, что это баланс растительных и травяных масел, растений и масел и энергии кристаллов, и сделано это с намерением и любовью, и это видно через то, как люди относятся к земле и к тому, что они делают. Еще то, что сейчас, да, вот Макбуд развил после Вики, это органическая косметика, которая особым образом, да, относится к коже, помогая ей самовосстанавливаться и также все это делается из органического сырья, используются кристаллы и определенные способы зарядки, но я чуть-чуть попозже об этом скажу. В чем же особенности самой эуросомы, да, каковы те принципы, что делает эту систему уникальным. основной принцип и то, о чем нам говорила Вики, и который, наверное, отражает всю суть системы. Она говорит, что вы есть цвета, которые вы выбираете, и это отражает вас и потребности вашего существа. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас делал ли выборку у нас на сайте перед тем, как участвовать в вебинаре. Поставьте плюсики, кто делал выборку. Ирина, хорошо. Ладно, тогда мы чуть-чуть позже вернемся, и может быть Ирина, если не против, ага, Светлана делала на сайте, и мы могли бы рассмотреть чью-то выборку для того, чтобы вы могли почувствовать. Лучше, конечно, чтобы это бы сделал кто-то, кто не впервые совсем кто-то только знакомится с ауросомой. Итак, вы есть цвета, которые вы выбираете, и это отражает вас и ваши потребности. В чем уникальность этого? Эта уникальность заключается в том, что второй принцип системы это то, что она очень экологична. Это одна из, наверное, самых таких экологичных систем, которые я знаю, потому что она основана на невмешивающемся подходе. Это заключается в том, что человек самостоятельно делает выбор, да, и это поддерживает его в том здании, что именно он знает, что ему нужно, именно человек знает, что ему необходимо, а также это дает возможность ему взять ответственность за себя и за свою жизнь, да, потому что следующий из принципов ауросома это то, что великое знание спрятано в самом человеке, да, что великий мастер находится внутри, и что все знания они есть в человеке, по какой-то причине мы это просто забываем, и поэтому мы обращаемся к мудрости человека, когда говорим ему выберите пожалуйста бутылочки, которые вам нравятся, нравятся больше всего, и мы доверяем его душе, что она знает лучше кого-либо консультанта, что ему необходимо, и этот принцип, то, что мне нравится, да, этот принцип резонанса, да, он является базовым ауросома, еще один принцип говорит нам о том, что не важно, что человек делает, а важно, как он это делает, важно, что он вкладывает в каждое свое действие, насколько и это признание того, что каждый человек уникален, и даже совершенно одинаковые действия, сделанные разными людьми, они будут абсолютно разными, или то, когда мы делаем что-то просто потому, что им надо или должны, не вкладывая в это всю свою любовь, все свое творчество, да, мы от этого получаем совершенно другой результат, и это сразу чувствуется, и когда человек начинает осознавать, что же ему нравится, что является его большой любовью, чем же он хочет заниматься, да, используя ауросом, мы начинаем вспоминать, кто мы есть на самом деле, чего мы хотим, что мы любим, да, и это помогает нам осознать то занятие или тот путь, который мы хотим в своей жизни пройти и заниматься именно тем делом, чем которым нравится, или как иногда говорят, реализовывать собственную миссию. Ага, Ирина Асанович, только что сделала выборку. Хорошо, Ирина, напишите, пожалуйста, номера бутылочек, и мы на них посмотрим сегодня с вами. И название, да, наша презентация «Ауросома свет тела». И это действительно так, потому что ауросома она соединяет свет и тело, и она говорит о том, и также это одно из базовых ее установок, да, или понимание о том, что мы с вами существа света, света. это существо света находится внутри, да, и также вокруг нас тоже все есть энергия, и эти энергии света нас окружают. И мы можем представлять из себя вот такое вот светящееся, вибрирующееся создание, да, вот здесь вы видите. Некоторые люди обладают способностью, они это видят. И само название ауросома означает свет, а сома означает тело по-гречески, или существо по-арамейски, или живые энергии на санскрете. И поэтому ауросома, когда мы выбираем бутылочки, она берет, да, вот мы выбираем с вами, делаем вот эту выборку четырех бутылочек, который мы часто рекомендуем на консультации, и оно составляет наш вот портрет, портрет цветовой или энергетический. И тот, кто знает и читает послание цветов, он может это прочитать и получить информацию, да, или через цвет у нас есть возможность вывести на уровень осознавания того, что же в нас происходит. Но не все способны видеть ауру. сейчас, например, есть так называемые аппараты, аура-камеры, которые фотографируют ауру. И вот на этом слайде вы можете видеть две ауры одного и того же человека. Это мужчина, ему 32 года. мы делали это где-то на выставке и на самом деле вот наш центр с 2007 года проводил исследование. В общем-то, как только мы приобрели аура-камеры, мы проводили исследование. Во-первых, какие ауры людей встречаются, то есть, какие больше цвета в людях присутствуют. вот и эти и через цвет мы можем узнавать характеристики энергетического состояния человека. здесь вы видите для сравнения показано о том, как влияет, например, бутылочки масла ауросома, а также ароматы на состояние человека. И данный, например, мужчина он использовал эквилибриум и поманда. Да, он использовал 26-ую бутылочку, это оранжевая бутылочка, вот такая. Вот. И он наносил ее на тело и использовал поманда. Как правило, оранжевый цвет помогает нам и поддерживает нас в непростых жизненных ситуациях. и он помогает нам быстро восстанавливаться. как раз таки именно это мы видим на фотографии ауры. Видите, что изменились цвета, они стали более яркими. И размер ауры, например, вот здесь увеличился, а также увеличилась активность энергетических центров. Вот эти маленькие столбики показывают, какая была активность энергетических центров до и после. уровень расслабления у нас остался тот же, и показатели энергетические остались те же. Но что мы еще тут видим? Мы видим, что, например, конфигурация чакр, вот здесь вот такие вот кружочки, они стали более ровными. Это говорит о том, что состояние гармонизировалось, и энергии стало у человека больше. Почему он использовал оранжевый цвет? Потому что эта бутылочка привлекла его. И студенты, они изучают, я даже бы сказала, не изучают, они знакомятся с языком цвета или даже скорее его вспоминают, потому что знания о цвете у нас есть внутри каждого человека. Согласитесь, да, вот, и цвет, он присутствует всегда в нашей жизни, и у нас есть определенные предпочтения в одежде, да, вот, и мы определенным образом используем его в интерьере, а также через продукты питания, и выбирая бутылочки, мы тоже выбираем их по принципу то, что нас привлекает. Мы резонируем как раз с тем, с той энергией, с тем цветом, который есть внутри нас. Сейчас мы переключим. Да, мы видим, что вот наше тело, оно вибрирует, да, в определенных цветах, вибрирует в видимой части спектра, от красного до фиолетового и мадженты. И именно эти цвета, которые мы выбираем, они отражают наше наше состояние. Почему так? Потому что мы обычно делимся той энергией, которая у нас есть. И поэтому, когда мы выбираем цвета, выбираем как раз ту энергию, которой нам не хватает. Потому что мы ею делимся. И именно эта энергия, которая нас привлекает в данный момент, она необходима нам для нашего восстановления. Восстановление на разных уровнях. Да, не только на уровне энергетическом. или как раньше говорили на физическом. Но также на эмоциональном. На эмоциональном, на ментальном. И это неким образом также восстанавливает нас на более тонких духовных планах. И вот если мы посмотрим на эту фотографию ауры, то мы можем увидеть, что разные цвета в разной части ауры они разные. Основной цветотип, например, во многих аурокамерах разделяется от 8 до 12 цветотипов в зависимости от систем. И они говорят о психологическом портрете человека. и как правило это как правило это та область, которая находится в области живота у человека. Это то, что или вот в этой области да вот здесь вот такая вот звездочка находится. В этой области так называемые цвета, как говорила Вики Волк, что вот в этой области чуть выше пупка, где-то примерно на два пальца вверх и на два пальца вглубь находится так называемый центр инкарнации. Именно там располагаются цвета истинной ауры человека или то, что передает его суть или его качество. Остальное то, что находится вокруг тела, это то, что передает больше наше эмоциональное состояние или характер наших мыслей или состояние нашего тела, нашего физического тела. поэтому цвета наши они могут меняться. И чем больше мы соединены с собой, чем больше мы осознаем, кто мы, тем больше мы понимаем и осознаем именно те цвета, которые находятся вот в этой области. и конечно скажите, многие ли из вас делали фотографии ауры? Поставьте пожалуйста плюсики те, кто делали фотографии ауры. И в основном какие цвета у вас? И как часто они меняются? желтый, зеленый, индиго. вот делая фотографии ауры мы определили, что наиболее распространенное например года 4 назад было количество людей с желтым цветотипом. сейчас все больше и больше увеличивается число зеленых гораздо меньше мы встречали красных сейчас объясню почему а также много голубых индиго и даже белых например есть люди у которых достаточно часто меняется цвет ауры как правило это люди очень эмоциональные или например слишком чувствительные и сильно реагирующие сильно реагирующие на то что происходит вот красных цветов аур их меньше менее одного процента и у нас есть статья об ауре проведенных исследованиях да и объясню почему красных мало потому что как правило людей с красными аурами не интересует это это исследование да мы не делали так сказать никаких статистических исследований когда бралось просто определенное количество людей да из разных например регионов или из разных групп из разных профессий да обычно просто люди с красной ауры им это не интересно обычно эти люди приземленные занимающиеся физическим трудом или которым важно очень много физически трудиться для того чтобы балансировать скажем так вот эту красную энергию потому что красный цвет он связан его основное это энергия да это наша жизненная сила материальная устойчивость такая заземленность а люди с желтым цветотипом которых много это то что связано с самоутверждением с познаванием мира с общением с людьми отстаиванием своих интересов да вот это то как правило то что мы проявляем в своей жизни на работе зеленый цвет и тип или движение больше к зеленому да к зеленому цвета ауры это говорит о том что люди становятся более гармоничными и когда они начинают сочетать не только отстаивание собственных интересов их интересует нечто большее их интересуют люди их интересует общение их интересует природа их и это состояние более такого человека социального который любит и находит много друзей а также для которого очень важное уважение границ своих и границ другого человека одним из ключевых слов например к зеленому является гармония и равновесие на самом деле если мы посмотрим с вами на зеленую область она как раз находится посредине соединяя нижняя часть тела человека с верхней именно в сердце мы находим то равновесие и баланс скажем так между нашим духовным или душевными устремлениями а также нашей материальной стороной жизни или тем что о чем мы мечтаем и о тем что мы должны делать и как же как же например мы можем себе помочь да как мы это делаем да например вот мы видим что человек скажем так выбрал бутылочку ее использовал да вот ауросома в этом смысле она помогает позаботиться о нас используя энергии растений кристаллов минералов и натуральных красителей да и вы сейчас видите за мной да вот эти вот то что называется балансовые масла или эквилибриум это то что мы наносим на тело да но существуют также ароматы которые поддерживают нас не только на энергетическом уровне или на уровне физического тела но и гармонизирует наши эмоциональные ментальные духовные планы и помогает нам соединиться с и настроиться на волну души например сама бутылочка или эквилибриум да это вот сочетание масляной эссенции и водной эссенции в которые соединены эфирные масла растворяющиеся в масляной части да и экстракты растений которые растворяются в водной а также натуральные красители кристаллы и минералы и в этом году нам показывали новую технологию да по зарядке и очистке воды которую сейчас применяют в ауросоме поэтому и сама продукция кроме всего прочего проходит гармонизацию и зарядку для того чтобы энергии которые в ней содержатся энергии растений кристаллов и минералов они были более устойчивыми и были переданы да человеку и они собираются вместе по одному признаку по цвету или по вибрации цвета потому что цвет он представляет из себя да это электромагнитная волна да с определенной частотой и длиной волны да и например красный он у нас самая медленная волна такая вот большая с маленькой частотой да а фиолетовый у нас вибрирует такой вот очень 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 часто да и поэтому и растения кристалла они подбираются по именно признаку вибрационному именно поэтому сама по себе вот это вот эссенция она привлекает нас не только цветом да но и на более глубинном вибрационном уровне и поэтому когда мы например наносим ее на тело мы переключимся да вот мы можем знать например да какая бы вот если бутылочка нам определенная понравилась здесь ирина написала 24 34 0 62 ирина скажите пожалуйста какая бутылочка вам из них сейчас больше всего нравится например да 24 бирюзовый сейчас я поставлю вот здесь вот чтобы было видно видно 24 34 0 и 62 много бирюзового у вас выборки да вот например если мы посмотрим да на предпочтение бирюзового например терапевтическая бутылочка в ауросоме считается бутылочка вторая да ее часто рекомендуют клиенту и мы здесь видим с вами розовый цвет и бирюзовый цвет сама бутылочка она носит название рождения венеры и помогает в любви и принятии себя выражение творчества а также помогает легко и свободно выражать себя и творить любовь и красоту да помогает нам убрать все то что нам мешает легко и свободно выражать собственные чувства и конечно же мы эту бутылочку будем наносить например с вами на область грудной клетки да бирюзовый цвет там где вот зеленый переходит и там где область синего цвета да и мы можем также нанести ее розовым связан с красным да на нижнюю часть тела и мы это делаем когда мы это делаем да например на подготовленную бутылочку которую мы используем вот так вот открываем крышечку берем ее левой рукой что очень важно вот таким способом вот так вот и активно встряхиваем в своем поле в этот момент происходит активация активация да все что происходит в нас да мы ведь с вами не только физическое тело как мы только что с вами увидели да мы нечто большее вокруг нас еще тут целый 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 мир порой нам невидимо это не значит что его нет это те вибрации которые мы излучаем наверное каждый из вас да смотрите получилась такая вот эмульсия и мы затем ее берем и вытряхиваем на руку и наносим постепенно она восстановится баланс и снова разделится масло и вода но мы наносим на тело и вот здесь у меня голубой чтобы мое горло не першило я сейчас нанесу себе и так же голубой да и помогает нашим не только центру нашего общения но так же приносит спокойствие умиротворение помогает нам чувствовать себя защищенным я тут вижу что еще многие сделали выборки и так и так вот мы нанесли с вами масло и оно сейчас через кожу будет впитываться впитываться легко потому что у нас идет одновременно и увлажнение поэтому очень легко входит масло масло высокой очистки используется в балансовых маслах или эквилибриумах у росомы так называемая вытяжка из масла она легко проникает через клетки и затем через лимфу в кровь и разносится по всей системе меняя и балансируя наше состояние но вы так же скажете да вот здесь мы можем с вами и мы наносим один или два раза в день да причем для того чтобы усилить действие масло нам очень важно чтобы мы в этот момент когда мы наносим думали о том что мы делаем да например очень часто мы что-то делаем о нашем мысли где-то да например вы приняли душ взяли бутылочку решили ее нанести в это время думаете мне сегодня нужно сделать то-то поехать туда-то да встретить того-то и конечно же конечно же эффекта не будет такого несомненно масло да оно энергетически вас поддержит но когда энергия соединяется с сознанием вашим личным сознанием или с намерением когда вы произносите правильное утверждение о каждой бутылочке за многие годы использования есть определенная информация да утверждение позитивное утверждение которое оно себе внесет внесет как послание которое заключено в каждом телете да и когда вы произносите это позитивное утверждение при этом с глубоким вниманием прикасаясь к себе к своему телу до эффекта от этого становится совершенно фантастическим да и вы используете это масло на протяжении определенного срока среднем от двух недель до двух месяцев зависимости от активности использования и вот скажем так нанесения до области нанесения и вот тут вот подсказано как они до бутылочки тоже наносится здесь показан пример чакрового набора уросомы как он используется например для гармонизации центров это можно делать имеем просто кто-то знаком с системой чакра можно иметь такой набор дома и просто каждый день по мере необходимости до каждый день можно наносить определенная бутылочка определенного цвета и таким образом поддерживать себя ароматы которые мы используем и так называемые помандеры да вот эта ароматическая композиция которая это спиртовые эссенции они помогают нам получить энергетическую поддержку потому что когда мы используем балансовое масло и наносим на него на тело все что связано с физическим телом как с матери она имеет гораздо большую нервность например да нам нужно для того чтобы поменять свое физическое состояние нам нужно гораздо больше времени для того чтобы просто поменять свое эмоциональное состояние да или гораздо быстрее меняется еще наши мысленные до настрой да то есть мысли вообще меняются в нашем сознании очень быстро и поэтому например помандеры они действуют гармонизирующий гораздо быстрее на наше эмоциональное до состояние и также он они защищают наше поле от негативного воздействия делали фотографии кирлиана скажите пожалуйста кто знает что такое фотографии кирлиана плюсики поставьте пожалуйста кто-то с этим сталкивался понятием наталья знает светлана ну скажу несколько слов фотография кирлиана это когда снимается любой объект переменном магнитном поле и в течение ауры вокруг любого предмета это вот супруги кирлиана открыли еще в начале начале прошлого века да то есть знание о том что аура существует уже существует давно и доказаны физиками так вот именно фотографии кирлиана зафиксировали то что в поле в поле объекта которые снимают при нанесении при капанье помандера да вот начинают образовываться такие кластеры которые не пропускают ненужную да не как мы любим говорить негативную энергию либо либо просто энергию который не подходит человек и вот это вот защитное поле позволяет человеку чувствовать себя в безопасности поэтому помандеры очень хороши для того чтобы например если нам нужно идти в какое-то место где мы точно знаем нам становится не очень хорошо да или встречаемся с человеком который нам неприятен мы можем использовать помандер для того чтобы защититься от негативного воздействия например вот очень хорошо использовать например темно-красные помандеры да вот или красные помандеры красный прим при истощении их или когда люди начинают вот цепляться друг другу или раздражаться я вот раньше когда работала в офисе например я использовала такой спрей из красного помандера для того когда чувствовала что накаляется атмосфера сотрудники начинаются цепляться друг друга я просто распыляла его в воздухе и через некоторое время все спокойно работали почему это происходит что такое красный цвет до красный это просто энергия энергия люди да не могут работать как роботы им нужно время на отдых на восстановление когда мы начинаем да вот нуждаться в энергии мы начинаем кому-то цепляться до или когда мы чувствуем что нас кто-то раздражает это значит человек каким-то образом хочет да вот обращаясь к нам завладеть нашим вниманием а что такое внимание значит нашей энергии или начинает нас провоцировать наверняка многие с этим сталкивались начинает нас провоцировать и мы начинаем реагировать через некоторое время как мы бурно например отреагировали зависимости от темперамента человека все потом успокаивается человек получил что хотел получил по общей энергии ушел так вот например можно использовать красный просто для того чтобы вот это вот нежличностные конфликты а в основном это борьба за энергию да не был как бы сгладить их да или например темно-красный использовать например вместо каких-нибудь ритуальных действий или по патогенных зон или так как мы называем местом силы у нас очень многие любят посещать места силы иногда не понимая вообще зачем что и как это ответ там очень много разных энергий иногда эти места силы связаны с местами захоронения вообще нет смысла обычному человеку туда приходить поэтому вот для такого или нам нужно находиться в местах мы вынуждены находиться местах пересечения там геопатогенных зон да или там линии кошки очень хорошо определяют эти зоны например да и вот например возможно у нас выхода нет он уже находиться в таком месте например темно-красный помандр поможет или вот например да ум или вот например секундочку вот выбор когда вот здесь мы смотрим здесь очень много бирюзового цвета да и в первой бутылочке его второй последний до бирюзовый цвет он помогает тому чтобы как я сказала начинать выражать говорить да он помогает творческому процессу например бирюзовый очень хорош людям которым сложно сложно выражать собственные чувства или например сложно выступать перед людьми легко и свободно или например у него он хорошо знает язык или а разговаривать на нем не может да вот например бирюзовый как раз таки помогает вот с этим барьером который помогает выразить нам что-то да это или например также вот бирюзовый может поддержать человека который потерял может быть творческое вдохновение например для если люди готовятся например какому-нибудь новому проекту им нужно много идей новых и им нужно настроить именно на эту волну вот бирюзовый например очень хорошо поможет для так называемого мозгового штурма когда нужно просто кидать идеи которые помогает поймать идеи которые витают в воздухе и выразить их вербализовать или например а приведу такой еще до пример по поводу цвета и помандоров например разные люди да есть люди как например у нас нам нужно до пойти попросить повышение у начальника по заработной плате да вот как вы думаете какой цвет бы вас поддержал если бы вы если бы перед вами стояла такая задача да вот какой цвет нужен вам для того чтобы пойти и сказать я замечательный работник вам нужно повысить незаработную флату какие бы цвета вы выбрали например это вопрос будет хорошо если вы будете спонтанно писать писать меня слышно как у нас появились вопросы я поняла никому не нужно больше никому не нужно повышать зарплату все удовлетворены тем заработком которые имеют я правильно понимаю извините пожалуйста это я тут не вижу просто а извините синий 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 голубой желтый оранжевый синий темный синий желтый зеленый зеленый красный смотрите как интересно много синего нужно чуть меньше желтого только наталья оранжевый темно-синий инки и только нелли красный зеленый ну вот смотрите синий о чем нам говорит синий цвет синий цвет говорит нам о том что скорее всего нам нужно ощущение спокойствие безопасности и доверия для того чтобы решиться да это как будто ну не нужно сказать себе да позволит себе желтый желтый говорит о том что нужно преодолеть страх таранг таранг что-то связано здесь с этим да то есть он придает нам решительности на преодолеть страх а также проявить такую собственную волю оранжевый оранжевый цвет помогает нам собраться то есть он прямо вот собирает нас единое целое и помогает преодолеть шок и стресс возможно было много ситуаций когда вам отказывали да это и просто само я знаю что например нам хождение к начальству вызывает у вас стресс и это как раз о том чтобы собрать себя да и быть способным получить такую энергетическую поддержку и пойти наташ затем у нас зеленый зеленый говорит о том что мне он нужен для того чтобы я чувствовал собственную правоту и справедливость он дает нам чувство правоты и справедливости о том что я действительно достоин и имею право получить больше заработок тоже относится и к татьяне чувство справедливости да нелли красный красный говорит о том что мне нужно просто решительность смело сделать этот шаг да то есть и и энергия для того чтобы пойти то есть просто не хватает решительность вот и получается да вот например и помандеры мы легко подбираем подбираем до исходя из например выборки человека и вот например да по-моему это светлана была да вот например светлане бы я точно порекомендовала бирюзовый помандер потому что его во первых много выборки а во вторых есть такое правило мы рекомендуем помандер по цвету да по цвету первой бутылочки тому цвету который по той фракции который находится внизу и про про полите бутылочек я вам чуть чуть позже скажу а и дальше дальше у нас с вами квинтэссенции вы можете обратить внимание что цвета здесь немного светлее за нет за исключением тут нескольких бутылочек да здесь более насыщенные яркие цвета как и сами наши эмоции да это энергия более такая проявленная а более светлые цвета они связаны с более тонкой матери или более тонкой структурой как наши мысли ли наше сознание и вот квинтэссенция да это как раз такие такие вот романтические композиции которые помогают нам до более четко ясно мыслить и осознавать а также преодолевать негативный характер мышления как правило который он основан на прошлом опыте да на привычных шаблонах мыслей порой даже не наших собственных и как правило не наших собственных а потому что мы достаточно активно с детских лет начинаем учиться в этом в общем нет ничего плохого мы получаем свой опыт но при этом получаем установки и опыт всех тех людей с которыми мы сталкиваемся и очень часто особенно вот поколение мое может быть чуть младше и как уж конечно постарше это сейчас рождается немного другие дела которых дети до которых сложнее без сбить с толку да то есть им сложнее навязать собственное мнение они больше соединены с собой вот и поэтому квинтэссенции они помогают нам когда мы их используем через аромат менять свое свой характер мышления а также одно из их качеств это то что они помогают направить энергию внутрь что как правило когда мы находимся в каком-нибудь состоянии до смятения непонимания мы начинаем звонить кому-нибудь рассказывать кому-нибудь что-нибудь задавать вопросы просить чего-то мнения да и это приходит еще у нас чаще всего большее замежать замешательство да но принципы у росома в том что каждый человек и все знание у него есть внутри и вот квинтэссенции они помогают нам вновь возвращаться к себе меняя вектор направление движений изнутри наружу наоборот внутрь для того чтобы могли мы первое да что успокоиться и второе в состоянии большего спокойствия большего большей тишины мы начинаем слышать а слышать мы начинаем себя или как мы любим называть своего внутреннего мастера не зря квинтэссенции называются квинтэссенции ими носит имена мастеров и каждый из них передает нам какое-то качество связанное с определенным цветом например например в той же выборке у Светланы есть вот такая замечательная бутылочка 62 и это светлый бирюзовый цвет и есть соответствует квинтэссенция которая называется бутылочка также называется махачо хан махачо хан переводится как великий учитель или учитель учителей и это как раз таки тот мастер который помогает услышать мастера внутри себя и этот вот тихий внутренний голос внутри и не помогает нам быть соединенным собой и следовать да и слушать и слышать самого себя например бирюзовый не зря да вот в сегодняшней выборке у Светланы он в общем то характеризует переход к новой эре вернее он уже произошел да если раньше например было важно человеку быть там в поле мастера там быть гуру с учителем то сейчас этот процесс не настолько актуален потому что сейчас изменилось время изменилась энергия мы с вами входим в эру водоле совершенно новых вещей новых технологий и это эра поговорит нам о том что знание есть внутри нас знания и учитель есть внутри нас а нам об этом нужно просто вспомнить и начать слушать себя слушать себя доверять себе и бирюзовый цвет я сейчас и бирюзовый цвет у нас с вами это соединение например да вот зеленого и синего да это пространство горла и пространство сердца это и когда мы начинаем и синий у нас часто связан с доверением с выражением и зеленый он связан с сердцем мы начинаем больше доверять собственному сердцу начинаем больше доверять себе и и начинаем больше слышать себя поэтому например или да например если человек человека привлекает зеленый цвет да то в квинтэссенции есть два мастера например мастер двор двор дворку да это зеленый вот этот вот или светлый зеленый и здесь есть выбор да если нас привлекает больше светлые зеленые цвета то для нас очень важно и актуально чувство собственной правды своего пути своей жизни если нас привлекает больше ярко зеленый цвет то и если светлый зеленый больше связан с моей личной правдой то зеленый он связан с больше с с истиной да или познанием законов природы с некими вселенскими законами или вселенской правдой или например если нас привлекает золотой есть так называемая эссенция леди порция которая говорит нам не суди и не судим будешь это помогает нам относиться с уважением к себе ценить себя также уважать и ценить других или например первый мастер или первая квинтэссенция которая связана с голубым цветом это эль моря и его послание да будет воля твоя через меня это помогает относиться к жизни ко всему происходящему с нами нравится это нам или не нравится с большим доверием или верой да будет воля твоя через меня помогает нам да довериться тому что происходит или например есть так называемая эссенция светло-коралловая да санат кумара и леди венера кумара это мастера которые помогают нам увидеть и осознать взаимосвязи которые есть почувствовать себя частью чего-то большего единого целого и не зря они здесь вот лежат вместе потому что светло-бирюзовые светло-коралловые это энергии нового времени которые люди сейчас начинают осознавать и которые начинают активизироваться в сознании людей но просто для каждодневного использования это эти квинтэссенции они помогают нам справиться с негативным мышлением да и структурировать сознание и привнести в него больше ясности цветовые эссенции это уже продукция которая так называемый мы называем жидкий цвет или вибрации цвета да такие гомеопатические композиции когда цвет уже действительно находится чисто вибрационной форме и мы можем их использовать для того чтобы получить энергетическую поддержку а также для того чтобы включить те цвета которые пока нас не привлекают потому что исходя из утверждения что мы все существа света то в нас есть все цвета а не только определенный спектр который сейчас нас привлекает да и для того чтобы посмотреть помочь увидеть себе другие оттенки другие качества которые мы не видим или не хотим видеть или которые отрицаем то мы можем использовать вот такие цветовые эссенции для того чтобы почувствовать это на вибрационном уровне и например есть еще такая еще одна вещь которая делается в аэросоме называется архангелои это спреи которые связаны с энергиями архангелов и они так их и называются да например в этом сете их 9 штук и это например сердце архангела михаила гавриила рафаила уриила наверное ну наверняка вы сталкивались с этими названиями кто знает кто такие архангела поставьте плюсики пожалуйста и что это за энергия архангела ну наверное про ангелов хранителей слышали скажите скажите кто знает про ангелов хранителей поставьте плюсики пожалуйста я тут как-то за этим успеваю за ну вот смотрите да у каждого из нас есть ангел-хранитель это как бы та часть которая заботится о нас лично да кто-то называет это нашей совестью кто-то просто поддержкой какой-то части нас да вот ну кто-то это ощущает а кто-то нет но вот это дело в том что арха архангелы они есть в разных религии религиозных конфессиях о них рассказывать но вот в ауросоме они связаны с тем что архангелы они управляют этот тонко вибрационная энергия которая управляет коллективными коллективными энергиями стран городов народов и на самом деле для них очень важно да чтобы мы как человек или как душа как как сознание чтобы мы знали ли свое место да свое место вот в этой и свое место свое правильное место как будто в общей картине на какой-то пазл никак не может найти место так вот архангелои это те энергии которые управляя до обращаясь к нашей душе давая нам знаки помогают нам занять вот эту свою правильную позицию или мы можем сказать да зайти свое место в жизни или реализоваться найти свой путь или выполнить собственную миссию и это то когда мы уже знаем да и нам важно после того как мы например встретились со своим внутренним мастером до когда мы его услышали нам важно теперь осознавая себя реализовать себя в жизни до проявить себя в жизни найти свое место так вот именно в этом процессе энергия архангелоев они поддерживают человека помогая настроиться на вибрации сердца потому что именно здесь мы можем уже следуя не голове не нашим мыслям или не нашим мыслям которые находятся в нашем сознании именно слышать свое сердце для того чтобы сердце думала и направляла нас туда и для этого архангелои энергетически помогают нам они помогают нам быть в нужном месте в нужное время слышите видеть знаки до исследовать своему сердцу доверять ему наверное звучит немножко непонятно но как я говорю можно много разговаривать нужно пробовать например если до вашей выборке присутствуют бутылочки с 94 по 101 и 105 то тогда вам точно нужен архангелой да это говорит о том что сейчас вы да стоите на каком-то перекрестке сейчас в вашей жизни наступил определенный момент который когда вам когда вроде бы вот сейчас очень многие приходят тогда все есть вроде все в порядке семья дети муж или дети выросли работа вроде есть но что-то не так хочется чего-то да и люди не знают чего и очень часто у них выборках бывают вот эти вот бутылочки это бутылочки архангелов и это говорит о том что человек уже готов перейти на реале самореализацию да именно выполнить свою миссию когда его интересует не только просто процессы выживания или самовыживания или или хотя это тоже необходимо но в его жизни да хочется чего-то большего чего-то хочет его сердце и вот понять увидеть услышать что это помогает именно вот вибра и энергии архангелов ну и конечно же да вот я хочу теперь снова вернуться к процессу выборки это вот слайд с нашего сайта именно вот здесь уже многие из вас пришли и сделали выборку свою да и конечно же выборка человека она многое говорит о нем о том что с ним происходит какие у него есть о том каком уровне осознавания себя он находится а также о том какие дары и таланты в нем скрыты о том что с ним происходит и каким переменам он готов да вот здесь вот я привела небольшой маленький пример выборки человека и мы можем посмотреть ее или давайте посмотрим чью-то чью-то выборку из тех которые вы указали сейчас секундочку а я сейчас тара задала вопрос как долго длится эффект после применения бутылочки эффект после применения бутылочки этот процесс очень индивидуальный и как правило выбор выбор определенной бутылочки связан с определенной задачей которые на самом деле заканчивается после того как вы ее выбираете да вот этот вот период месячные или там три недели или чуть больше он связан с тем что происходит обновление большей части клеток тела за этот период и наше состояние меняется на клеточном уровне и наши клетки запоминают правильные вибрации и я бы сказала наверное что эффект от бутылочки он длится постоянно потому что какой-то вопрос на он уже уходит на определенном уровне иногда люди выбирают бутылочку не один раз одну и ту же это значит о том что этот вопрос очень важен для них и и он решает и его решение требует до кого прохождение нескольких слоев то на разных уровнях но как правило одной бутылочки бывает достаточно и потом возможно нужно какая-то другая либо да вот я знаю люди но вот я например да с разной периодичностью пользуюсь до бутылочками периодически до для того чтобы поддержать что-то то что во мне происходит а также это несомненно используя бутылочку мы даем себе нанося ее на тело мы даем себе тоже чем нуждаемся и мы обретаем состояние равновесия до или баланса не зря она так называется балансовое масло а в состоянии равновесия и баланса это меняет абсолютно наше качество жизни да и несомненным вся наша жизнь это процесс перемен и мы все равно мы все равно стремимся к балансу потому что находясь постоянно в каком-нибудь да вот состоянии затяжном это начинает отражаться на состоянии нашего физического здоровья вот и так да давайте мы можем посмотреть на выборку я тогда выберу случайно ну вот например гущина юлия до 14 51 34 44 так у нас остается 34 бутылочка так 14 пока я сейчас ставлю бутылочки вы можете написать вопросы если они у вас есть чтобы я могла ответить и дмитрий скажи пожалуйста напиши мне сколько времени у нас осталось в распоряжении 14 14 прозрачный золотой так 51 44 первое это светло-желтая совсем светленькая видите затем вот та же 34 которая была у церквана и и 44 так и юлия напишите пожалуйста какая бутылочка вам больше всего нравится 4 4 я здесь нет выборки а 4 в смысле по 44 до поставьте плюсик пожалуйста последний но первую бутылочку юлия выбрала прозрачный золотой 14 она называется мудрость в новой эре обычно золотой цвет и бутылочка в первой позиции бутылочка в первой позиции говорит нам о качествах человека или о скажем так о цветах его души или личности да у кого мы называем золотым человеком люди с выбирающий золотой цвет как правило это люди для которых очень важно чувство собственного достоинства собственные ценности и люди которые обладают таким очень скрупулезным внимательным характером для которых очень важно важно придерживаться золотой середины очень внимательные четкие и например для них вот для таких и также они помогают людям это люди которые обрал обладают природной мудростью которые для которой достаточно знают меру во всем например для каждой бутылочки есть еще карта таро так вот эта карта таро называется умеренно и для этих людей очень важно сохранять баланс баланс между активностью и пассивностью между то есть быть в состоянии равновесия да вот то что называется следовать да вот срединному пути да быть находиться в собственном центре и белый прозрачный цвет да наверху говорит о том что для или очень важно это понимание ясность ясность и четкость и прежде чем что-то решить что скорее всего да вы будете добиваться вот этого состояния абсолютной ясности и возможно для вас бывает сложно достичь совершенства да или вы может быть можете быть не совсем удовлетворены или часто бываете не удовлетворены тем что происходит на потому что вы точно знаете как должно быть идеально насколько то что я сейчас сказала да вас откликнулось потому что следующая бутылочка светло-желтый цвет это мастер кутхуми и на самом деле вторая вторая бутылочка мы ее называем бутылочкой даров и талантов и она помогает человеку преодолеть некоторые сложности в своей жизни для того чтобы этот талант в себе развить и светло-желтый он связан с ясностью мышления и ясностью понимания самого себя и это то что помогает нам преодолеть смятение страх недоверие и контроль и вернуть вновь радость осознавание себя и в этом состоянии радости и ясности мы можем да вот послание например мастера кутхуми а у вас эта бутылочка мастера юлия да о том что мы являемся проводниками чистыми проводниками энергии между небом и землей или как в аэросоме говорят между ангелами на небе и девами или духами природы или землей здесь на земле именно человек может сочетать в себе обе эти энергии да и например одним их за воплощение кутхуми был франциск осийский пифагор да один понимал язык язык зверей и птиц а другой знал язык цифр но сейчас если посмотреть да вот если здесь у нас такая желтая какая-то история да мы называем первую вторую бутылочку связаны с тем что уже было а третью четвертую бутылочку настоящего и скажем так завтрашнего дня для например вот у вас бутылочка 34 стоит да в третьей позиции эта бутылочка называется рождение венеры и здесь желтого остается совсем немного да вот в нашем бирюзовом цвете и рождение венеры говорит нам о том что о том как о том что сейчас происходит что-то совершенно новое в вашей жизни как будто что-то внутри начинает смягчаться таять и вся эта мягкость и любовь готова выразиться наружу и для этого не хватает совсем чуть-чуть да и последняя бутылочка которая вас привлекает больше как вы сами сказали до 44 она называется ангел-хранитель это бутылочка светло-фиолетовый с голубым нам не хватает немножко внутреннего спокойствия и доверия себе даже чем нам говорит голубой цвет а также о неком вдохновении да о неком трансформации изменения своего восприятия мира и восприятия себя для того чтобы вот это новое творческое смогло проявиться в вас то что сейчас внутри вас и это как с одной стороны быть ангелом-хранителем да не зря так бутылочка называется для себя также и для тех кто вас окружает но в то же время это она несет нам послание я спокойно да и я открыта новым мечтам или новой мечте такое ощущение что сейчас происходит какой-то абсолютный новое пересмотр отношения к себе с одной стороны и соответственно отношение к тому что я хочу делать а главное как я это хочу делать потому что для людей у которых в первой позиции золотой для них очень важно как вы выразить себя именно вот эту свое золотые качества показать их миру и проявить их миру а когда мы проявляем миру то что то что мы есть это невероятно красиво чтобы мы не делали да это как то послание которое несет ауросома неважно что мы делаем важно как мы это и если посмотреть на вашу выборку то для вас очень хорошо да например взять и использовать 44 бутылочку на тело пойти там ближайший центр ауросомы взять по искать в интернете или на сайте да ауросомы вот там есть все практики и учителя ауросомы которые находятся в россии в других странах вот также для вас очень хорошо использовать золотой помандер для того чтобы соединяться вот с этим золото внутри больше ценить себя относиться к себе может быть не сильно не очень критично да для того что то же время соединяться с этой мудрой женщины внутри и также для того чтобы обрести ясность и понимание мыслей да для вас очень хорошо использовать квинтэссенцию кудхуне как мы видим да здесь нету архангела архангелоя бутылочек выборки поэтому возможно сейчас это такой внутренний процесс подготовки себя каких-то внутренних преобразований это время когда вам важно побыть самой собой и обычно конечно мы рекомендуем человеку да вот после консультации что-то взять с собой и наш выбор может меняться например вот я привела сейчас здесь выбор выбор ой дмитрий мне что-то ответил дмитрий до 21 ага поняла если для кого-то будет слишком долго вот ну я постараюсь успеть уложиться и тогда вот я стала говорить о том что выбор нас может меняться конечно же мы часто меняемся сами а вот и юлия а вы из какого города юлия напишите я может быть порекомендую вам киров в кирове есть центр поищите я сейчас у меня их координат нету но в кирове есть аура сумма я знаю точно и так смотрите да вы выбор наш может меняться он часто например ну вот это например выборки моих бутылочек когда я была вот сейчас в англии до в первый день и в середине курса мы проходили курс по кристаллу и конечно же когда мы выбираем вот так часто бутылочки они показывают внутренний процесс который проходит человек не всегда конечно первой позиции будет стоять бутылочка как мы называем ее бутылочкой души это отражает изменения да и сама жизнь она постоянно меняется но эти изменения они естественны но очень часто все таки например мы будем мы так или иначе возвращаемся к определенным цветам и часто люди находят вот эту свою бутылочку души это тогда говорит о том что именно она та самая которая отражает нас это то о чем вики волк говорила да что уросом это зеркало души и мы видим себя и развитие нашей души развитие осознавания в в вот этой вот осознавание себя вот в процессе жизни есть ли центр в краснодаре и в ростове-на-дону я знаю что в краснодаре кто-то занимался но к сожалению немногие регистрируются в качестве практиков и поэтому их нету в большом сайте но я кину клич вконтакте потому что там или вы если зарегистрированы вконтакте там есть очень много центров если вы наберете слово а у росома по-русски или по-английски то вы можете найти достаточно много центров которые работают которые проходили или консультантов, которые, студентов, которые проходили обучение, но по каким-то причинам, может быть, не знают, или не зарегистрированы в виде практиков, и потому их нет на английском сайте. Поэтому вот Наталье и Оксане Викторовне я рекомендую посмотреть ВКонтакте. Или напишите мне, пожалуйста, запрос через сайт. Я стараюсь найти и дать вам координаты. Хорошо? Итак, и на самом деле, вот, я нашла вот эту картинку, она мне очень понравилась, потому что вот это невероятно красиво, когда человек приходит на консультацию, вот выбирает бутылочки, и на самом деле он открывается перед тобой, открывается, и мы вместе начинаем смотреть на выбор человека, или на человека через цвета совершенно без, скажем так, без какого-то осуждения, да, или негативного отношения, потому что цвет помогает нам увидеть себя такими, какие мы есть. Цвет нам сложно, да, воспринимать негативно. Конечно, он может вызывать у нас определенные ощущения, реакции, да, и мы, естественно, это обсуждаем, но в то же время цвет – это просто цвет, и он несет нам определенную информацию о нас. И используя его, мы можем помочь себе и поддержать себя, и проявить те качества, настоящие качества, которые есть внутри нас. Вот как раз тут сайт, вернее, скажем так, следующий, следующая страничка как раз таки о том, как это помогает нам, об этом я уже о многом говорила, да, то есть прийти от критики, к отпусканию, пересмотру себя, понять очень многие моменты через цвет. И в то же время мы получаем не только некие понимания и поддержку, у нас также мы уходим не с пустыми руками с консультацией, мы знаем, как помочь себе и как мы можем позаботиться о себе вот в своей каждодневной жизни, потому что наше состояние, как я говорила, меняется, и это одно из средств для того, как мы можем помочь себе и поддержать себя, да, достичь более расслабленного состояния, привнести ясность, да, вновь получить поддержку энергетическую, обрести равновесие, да, и самое, вернуть себе уверенность в самих себе, да, и в связи с тем, что когда мы используем ее расуму, да, вот был вопрос, как долго действие, бутылочки держатся, то я же сказала, что наше тело, оно, в нем есть память, в нем есть память о том, что происходит, это тот позитивный опыт, который мы в себе накапливаем, иногда вспоминая то, как мы это делаем, мы можем просто поддержать себя, привести себя в навесное состояние, даже если у нас нет под рукой бутылочки, да, или помандора, например, или квинтэссенции, а также это может очень здорово помочь людям, которые работают с другими людьми, вот, людям, которые, для того, чтобы поддержать себя в процессе работы, да, там, массажистом, да, терапевтом, и у меня, например, на страничке ВКонтакте, да, вот есть видео о том, как мы можем использовать, да, например, при сеансах массажа продукцию уросомы, вот, то есть это помогает позаботиться не только о себе, но и о наших близких, да, например, есть набор спасателей, которые, или детский набор о уросомы, который помогает в разных ситуациях, как скорая помощь, быстро оказать поддержку, или то, что помогает, да, вот, сбалансировать наше состояние очень быстро, и также поддержать наших детей, есть такая бутылочка, которая называется, например, «Звездный ребенок», вот это вот, да, номер 20 «Звездный ребенок», это особая бутылочка в уросоме, синий наверху и розовый внизу, это бутылочка, которую обычно используют буквально с самого рождения и до лет 12. Ребенку, как пока его энергетическая смесь с мамой остается, это возможность дать в равной степени энергии мамы и отца, любовь и заботу, поддержку, да, защиту, то, что очень порой часто дети не получают в семьях, да, в случае, в связи с разными обстоятельствами, занятости родителей или неполной семьи или каких-то конфликтов в семье, а также эта бутылочка очень хороша для работы с внутренним ребенком, потому что все наши обиды, боль, да, это страх, все вот эти ощущения, которые мы, бывает, часто в своей жизни испытываем, это испытывает вот этот маленький ребенок внутри нас. И для того, чтобы дать ему любовь, заботу и защиту, скажем так, активировать, да, или вот эти качества внутри себя, мы используем эту бутылочку, нанося ее, например, на все тело. Вики Волг говорила про эту бутылочку о том, что она бы ее рекомендовала каждому человеку использовать хотя бы раз в неделю для того, чтобы переносить себя в состояние баланса. Да, она дает в ранней степени энергии мужские и женские. Внутри нас, независимо от того, кто мы, мужчина или женщина, внутри нас есть эти энергии. И это как работа с полярностями или балансировка полярности, да, она может быть рекомендована любому человеку. Да, мои дети, например, вообще выросли с этой бутылочкой, потому что она очень хорошо помогает в разных ситуациях, которые дети сталкиваются, это различные ушибы, да, чисто вот физически в даже проявлениях. Различные ушибы очень хорошо снимают, она очень хорошо снимает беспокойство ребенка, да, она помогает при лихорадочных состояниях, как понижение температуры. Это я так сказала, чуть-чуть совсем о том, что есть бутылочки, как скорая помощь, которая помогает в определенных ситуациях. Хочу сказать немножко, сейчас посмотрю вопросы, Татьяна, спасибо большое, что ты дала информацию по Кирову. Кирова для меня особый город, моя мама там родилась. Передай привет всем кировчанам. Скажу, хочу сказать немного про обучение, если кому-то это интересно, да, то в Уросоми их 4 курса, и первые 3 мы так называемых синий, желтый, красный. И эти курсы проходят где-то по 6 дней в течение 36 часов каждый курс с промежутком в 3 месяца для того, чтобы мы могли интегрировать знания, которые получили на курсе, а также на собственном опыте, да, попрактиковаться. И эта структура обучения, мне кажется, очень правильной, потому что в самом начале мы получаем некие знания, информацию, которую мы воспринимаем как бы вот на самом начальном уровне, на уровне сознания, да, на уровне мышления. Затем мы двигаемся дальше, наполняя этот опыт полученный вот на втором курсе, да, уже переходя к более глубокому чувствованию, пониманию цвета. И этот курс, он связан с большим, более глубинным пониманием цвета, а также связи, да, вот, системы цвета, системы ауросомы с другими традициями, другими философиями, другими направлениями. И это то, как мы начинаем больше чувствовать, да, через цвет. Это желтый курс. И третий уровень – это красный. И я, например, рекомендую всем не останавливаться, например, первому, второму уровню обучения. И красный уровень, он связан с тем, что мы действительно начинаем впитывать свет в себя, и цветовое сознание становится частью нашей жизни, да, и мы начинаем двигаться глубже в понимании цвета, да, он как бы входит в нашу кровь. Это, знаете, как… Это вот то, как процесс, который, например, наверняка каждый в детстве проходил, как учиться кататься на велосипеде. К нам приходит сначала идея, да, мы просим родителей купить велосипед. Да, они некоторое время эту идею обрабатывают, но, как правило, все-таки покупают велосипед. И затем сталкиваемся с тем, что вот оно у нас в руках, у нас много страхов, и очень много эмоций испытываем, очень много чувств, очень много пробуем. Я помню, что мой сын, например, неделю катал велосипед рядом с собой. Просто катал. И ничто не могло его заставить на него сесть. Потом он стал садиться, и, конечно же, он много падал. И потом, потом, через некоторое время, да, он уже даже не задумывался, как крутить педали. Что-то внутри него перешло на уровень, да, как мы называем, клеточный, на уровень крови, вошло в его тело, в его мышцы, его мышцы уже знали, как крутить велосипед. Вероятно, то же самое происходит на третьем уровне, да. Что-то входит глубоко внутрь нас. Да, и мы, вот это вот знание цвета, осознавание себя, как существ цвета, да, помогает нам проникнуть глубоко внутрь, через древние традиции, древо жизни и таро, которые мы также рассматриваем на третьем уровне. И четвертый уровень, это дипломная работа, исследовательская работа, которую каждый пишет для себя. После этого человек становится, вот скажем так, полноценным консультантом ауросомы. Практика ауросомы, человек может стать после второго уровня, да, и работать уже. Ну, вот примерно, да, получается такой вот, три курса, раз в три месяца, такой, такой, как новое рождение, если вы решаетесь пойти на курс, да, за девять месяцев происходит как бы новое рождение себя, или нового понимания или осознавания себя через цель. Если это вам интересно, я вот приглашаю вас на курс, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре месяце. Да, и вы можете оставлять свои заявки, да, на сайте. Вот, или вы можете посмотреть любой из курсов на сайте Академии. Я сейчас напишу его вам, чтобы у вас был, и выбрать для себя нужного вам учителя и специалиста. Напишу, их, к сожалению, не так много в России пока, но все-таки есть. Я провожу также в других городах, и если это кому-то интересно, да, я готова, в Москве у меня есть организатор, и кому это интересно, я могу выслать информацию, да, если в другой город и вы хотите, чтобы я приехала и провела курсы обучения, оставляйте тоже заявки на сайте. Вот, и у меня еще есть небольшое для вас сообщение, я вот буду проводить, собираюсь проводить, начиная с конца октября, начала ноября, курс, который, наверное, уже года два не вела, но вот подготовка к этому вебинару, да, она меня вдохновила на проведение в новом формате этих занятий, это путешествие по розе цветов, и это курс из 14 вебинаров и 6 занятий для тех, кто находится в Санкт-Петербурге, а для тех, кто не в Санкт-Петербурге, но хочет посещать наши занятия, вы также можете участвовать в вебинарах по цвету, и если захотите, для того, чтобы это было вместе с практикой, вы сможете заказать и приобрести такой тестерный набор помандеров, для того, чтобы вы могли также соединяться с цветом, да, и вот ароматом, или приобрести его в одном из ваших центров Ауросома, если есть в вашем городе, и эта информация появится на нашем сайте, да, вот, в ближайшее время, но вы можете оставить запрос и пройти регистрацию на сайте. А также для всех вас я подготовила подарок, потому что я люблю дарить подарки, а тем более делиться тем, что мне очень нравится в свое время для меня было таким очень поворотным моментом выход книги Вики Волл «Чудо исцеления цветом». В то время было очень мало информации, это был где-то 2000 год, 2001, на русском языке, она была только на английском, но это помогло мне лучше изучить язык, вот, и эта книга была вообще настоящим подарком для меня самой, я прочитала ее за две ночи, это было ощущение о том, что это как разговор с старым знакомым другом, поэтому я вам рекомендую очень почитать эту книгу, кто-то, если любит, может найти эту книгу в центрах ауросомы, если вы хотите, вы можете зарегистрироваться на сайте и получить электронную версию книги в подарок. Очень рекомендую почитать это автобиографичная книга Вики Волк, где она пишет о том, что происходило, как происходило, как рождалась ауросома, и ее вот это вот, ее послание от нее самой. Это действительно та книга, которая стоит почитать. Так, ну что ж, я благодарю вас за участие, я готова ответить на вопросы, если они у вас есть, вот, ну и благодарю вас всех, надеюсь, что, если вам это будет интересно и компания-организатор будет также приглашать меня с удовольствием, проведу еще несколько таких встреч, вы можете написать, какие темы для вас интересны, и мы можем более подробно о них поговорить. Спасибо вам большое за внимание. я буду ждать вопросов, если они есть. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . 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